Добрый вечер всем! Мы начинаем нашу программу, которая называется «Наш друг Черни». И сейчас вряд ли можно найти музыканта, который был бы незнаком с творчеством великого педагога, пианиста, композитора Карла Чернина. Начиная музыканты, свои самые первые шаги в обучении музыки, с кем они сталкиваются? Они встречают кого? Карла Чернина. Они еще не умеют играть, только делают первые свои шаги, повторяясь своим наставникам, учителям, и уже начинают играть. Ни Баха, ни Бетхорина, ни Чайковского. Карла Чернина, его этюды. И в дальнейшем, когда они становятся маститыми музыкантами, конечно же, все равно обращаются к творчеству Карла Чернина. Что бы ни происходило, это основа азов пианизма. И, конечно же, секреты пианистической игры, которые постигают в течение всей своей профессиональной жизни пианисты. В этом году исполнилось 230 лет со дня рождения Карла Чернина. Вот вдумайте, 230 это почти что четверть, четверть века, ну и четверть века, что я говорю, четверть тысячелетия. И вот четверть тысячелетия, знаменитый, популярный, невероятно востребованный композитор и педагог Карл Чернина. А для всех музыкантов, можно сказать, мира, для всех музыкантов. Это преподаватель, педагог номер один по сегодняшний день, он остается таким. Сегодня участники нашей встречи, музыкальной встречи, это класс пианистки Светланы Харьковой. И вот здесь присутствуют ее преданные ученики. Также мы услышим специальную гостью нашей программы, Екатерину Никитину, которая довольно часто выступала в концертах в нашей школе. Екатерина Никитина-Плетиско, член Союза концертных зрителей. И я, Елена Бакулинка, ведущая сегодняшнего, вы меня знаете, сегодняшнего вечера. Цель нашей программы, вот такого концерта, ну, во-первых, расширить ваш кругозор. Чтобы ученики и их родители немножко побольше узнали о личности, не просто его музыке, Карла Чернина, а личности. Какой он был? Карл Чернин, 200-300 лет назад. И еще у нас одна цель. Мы же преподаватели, педагоги, и мы хотим как-то инициировать вас, учеников, чтобы вот обычные технические задания, этюды вы исполняли в концерте. И это возможно именно благодаря вот таким художественным работам Карла Чернина. Ну, и самое главное еще, чтобы у нас было общение на этих встречах, общение о музыке, чтобы мы научились понимать информационный код музыки. Ну, это возникает как раз в общем-то, в таком разговоре, и каждый делится своим творчеством. Каждый день вам прибавляет мастерства, если вы, конечно, занимаетесь. Итак, подумав со свеками, мы решили, что форма концерта нашего будет музыкальный салон, где можно сказать что-то интересное, услышать, ответить, поиграть и друг друга послушать. А теперь музыкальное слово самым юным нашим участникам, и их представляет Светлана Алькова. Юня Федорова сыграет нам этюд Черни и сборника Черни под редакцией Геннера. Два маленьких этюда, которые мы объединили с тобой в один, да? Давай, соберись, пробуем его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай, ручки поставь красиво. Ну, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сонечка. Соня во втором классе, но в школе только в первом. Малышка. Но тоже старалась, выучила. И Тюброй М-16 тоже из сборника Чернику. Три тактики. Я не знаю, Соня, только ритмично сыграет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 черни. А сейчас мы продолжаем. Эмилия, третиклассница, тоже сыграет нам этюб номер 23. В сборничке, в настоящем сборничке он 23. У тебя просто там номер другой стоит, кнопки другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь четвертый класс, Ваня, сыграет нам тоже из этого сборничка, да, и тут у тебя 28. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня вопрос будет к Светлане Хайковой. Светлана, вы имеете огромный, многолетний опыт работы, преподавания, фортепиано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все это есть и все сказано. Все эти секреты, все ответы на все эти секреты игры можно найти у Карла Черни. И, конечно, хочу сказать, что свою, это сейчас вы удивитесь, свою блистательную карьеру преподавателя Карл Черни начал в 15 лет. Вот в 15 лет он работал, то есть он уже до 15 лет себя таким пианистом зарекомендовал, что он по 12 часов в день работал. 12 часов. Вот вы поработали в школе, говорят, ой, я устал, мне уже очень трудно здесь в музыкальной школе заниматься, я устал, много работал. Вы все поняли, на кого я смотрю. Так, ну вот, Черни даже на какое-то время он остановил свою концертную деятельность. Представляете, вот, концертирующий пианист, он заказы, игры, концерты отменяет. Ради чего? Ради вот преподавательской деятельности. К нему вообще вся вена стекала, музыканты приезжали из другого, из других там городов, стран. И он в 15 лет мальчишка, он уже взрослых музыкантов учил. Вот, это сказка, фантастика. Я думаю, что сейчас время еще послушать музыку, да? Кто у нас готов? Еще Лена вот у нас, давай. Лена сыграет, это у нас седьмой классом, она сыграет тоже, тоже из сборника Чернингерга, со второй тетради, этюб номер 10. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Пожарите, первый раз с тобой исполнение, чисто. Порадовала. Порадовала. Так, теперь Соня из 299-го опуса нам сыграет. Соня, я думаю, очень. 299-го, игранная очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Лиза сыграет на обманутках, но в защиту больших девочек скажу, что еще это они к маю будут готовить как следует. Они постарались, конечно, Лиза еще не доучила, но потому что еще пока равноватая наизусть это сыграет полотка. Тоже 299-го. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я хочу сказать, что у Карла Черни довольно много сочинений, довольно много сочинений, очень много разных жанров, не только этюдов, упражнений. Он написал, вдумайтесь, у него есть реквины, симфонии, концерты. Не просто концерт один или одна симфония, да? Симфонии во множественном числе, концерты, реквины, камерное много музыки и, конечно же, романсов. Он учился, я еще сказала, да, Клементис, как и несколько слов, Клементис, Альери, это итальянцы. Именно они ему привели большую любовь, вкус, красивые мелочи. Вы обратили внимание, когда вы играете этюды, которые на определенную технику написаны, но они с красивой мелодией, с красивой гармонией. Хочется играть, что-то такое очень красивое. И это от итальянцев идет. У них все, искусство, манеры игры, исполнительские, обладение равными инструментами, все в основе на мелодизме. Штрихи и так далее, тут много можно говорить. Поэтому они ему привели эту любовь и вкус красивой мелодии. Я хочу сказать о нем, по воспоминаниям его друзей, по портретам, которые известны. Он был очень красив, он был уточенный, он был элегантный. У него был очень неукротимый темперамент. И об этом еще Стравинский упоминает в своих воспоминаниях. Но он с этим работал. Он всю жизнь работал, стремился выработать в себе вот эту гармонию с миром. Гармоничное такое, чтобы не было вот этих взрывных каких-то необузданных чувств. Они были внутри. Они были внутри. И он стремился, и ему уже ближе, так сказать, к его, так сказать, зрелому возрасту, это удалось. Все отмечают вот эту элегантность, красоту, отношение к людям. И это есть в его музыке. И сейчас я хотела бы прочитать одну фразу Игоря Стравинского, пожалуй, классика 20-го века, величайшего композитора. Что он говорит о Черни? Это для того, чтобы вы поняли, что не только он писал этюды, или вы композитора, вы, может, это плохо знаете, не такой знаменитый для вас, как Чайковский пример. Но, тем не менее, слушайте, Стравинский пишет. Он обладал колоссальным темпераментом. И, возможно, сделал больше для обучения пианистов, чем любой педагог, не только его времени, но и по сей день. И я всегда ценил в Чернине не только замечательного педагога, но и подлинного музыканта. Там в классе, наверное, нужно вам эту цитату повесить, чтобы все знали, кто такой Черни, каким он, собственно, был. И сейчас прозвучит композиция «Не-этюд». Чтобы вы знали, что он услышали, наконец, музыку, которая велическая пьеса, которых у него много. Но мы выбрали вот эту конкретно, которая сейчас прозвучит. Называется это «Песня без слов». Я сделала аранжировку для фейты и фортепиано. Почему ее выбрали? Потому что в этой песне, как мне показалось, я бы ее назвала, эту песню без слов, музыкальный автограф Черни. Потому что в этой песне, вы сейчас услышите, звучат фрагменты, вообще она передает характер. Характер Черни такой, к которому он стремился, он работал над собой. Он стремился к такому очень элегантному образу, гармоничному, светлому. Тональность прекрасная, светлая. Я, герой, молодой, звонкая тональность. И вы услышите разные фрагменты в этой пьесе, которые передают какие-то эпизоды его жизни, его увлечения, его романтические устремления. Такая очень красивая, утонченная гармония. И кульминация, как это есть в каждой пьесе, и завершение. И завершение, вы услышите, та же тема звучит, но она звучит с другой красивой, спокойной гармонией. Без вот этих романтических, там, чёмных, таких взрывных эмоций. И заканчивается эта пьеса. Чем она удивительна? Она действительно удивительна. Пьеса – всё. Начало развития, становления, как бы, человека, личности, там, его. И завершается, конец. Мы слышим всё, завершилось, мы пришли кто-нибудь. Всё состоялось. И вдруг, вот это юмор, ещё и у Черни, и, я бы сказала, ещё такой элемент, но нам теперь понятен, кино. Так бывает, герой, кажется, ушёл из жизни, и все стоят, друзья, и слёзы во глазах, и он вдруг оживает. Понимаете, да? Вот здесь вдруг, неожиданно появляется пульс, всё, закончилось. Такое послесловие – пульс жизни. Жизнь, она, оказывается, есть, она продолжается. И на фоне, совершенно другая музыка, на фоне этого пульса жизни, звучит музыка. Это пассажи, которые вы все слышите в этюдах, в этюдах черни. Не те, которые были в этой песне без слов, это песня, романс такой, да, без слов. А вот звучат вот эти из этюдов то, во что он вложил всю свою жизнь, на фоне вот этого пульса. И это, они звучат в таком высоком регистре, как такие, ну, хрустарики, алмазы такие. И всё завершается. И завершается с леском, ручерком такого вот артиста. И всё остаётся с нами. И это вот, ну, такой какой-то, я бы сказала, пороческий смысл в этой маленькой, простой, казалось бы, небольшой лирической птистики. И не зря она и называется «Песня без слов». Слов не надо никаких, всё понятно. Вот удивительная такая вещь. Но прежде чем она прозвучит, я хотела бы поблагодарить не я. Я думаю, что мы все будем благодарны друг другу. За что? Что вот с таким энтузиазмом отнеслись Светлана, ваша Владимировна для вас, наставница ваша, преподаватель, открыто вот к этой теме. И вы поддержали своего любимого учителя, вы подготовились, в каком, каждый в своём таком формате был готов и исполнили, сделали это. Надо было собраться, сделать, и состояться вот такой интересной встречи. И, конечно, поблагодарить нашу гостью Екатерину Никитину, которая тоже с энтузиазмом приняла. И сегодня ещё выполняет, помимо исполнительства, ещё и роль функции видеоператора. Итак, мы завершаем вот этой композицией песня «Без слов». Екатерина. «Без слов» «Без слов» «Без слов» «Без слов» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok